Если вас во время митинга останавливают люди в гражданской форме, показывают удостоверение и просят куда-то пройти, первое, что вы делаете, это говорите, что для того, чтобы проверить, что это удостоверение не является фальшивым, вам нужно переписать с него все данные, позвонить в полицию или обратиться в участок, и только после того, как вам подтвердят, что это лицо действительно в этой должности и состоит на службе в этом органе, вы будете ему подчиняться. Как минимум это поставит в тупик представителя органа власти, потому что они пока не готовы к этому. Некоторые активисты присылали мне видео с митингов 1 и 9 мая, которые успели получить инструкции, и было, знаете, даже немножко смешно, как представители власти теряются от того, что люди задают правильные вопросы. Вы в гражданской одежде, вы показываете мне какую-то книжку. Я не знаю, на самом ли деле вы являетесь представителем полиции или представителем власти. Давайте я все перепишу, позвоню, узнаю, и после этого я буду общаться с вами дальше. Если к вам подошел человек в милицейской форме и показывает свое удостоверение, ваши действия остаются такими же. Вы говорите о том, что вам нужно получить подтверждение того, что его документы не являются фальшивкой, и вам для этого нужно либо позвонить в участок, либо сходить в участок, либо вызвать наряд полиции, и только после этого вы будете подчиняться тому, что он говорит. Следующее. После того, как вы все переписали, вы должны позвонить людям, которым вы доверяете, и сообщить, что в таком-то месте вас остановил такой-то человек, и что вы обязательно перезвоните и сообщите, чем все закончилось, что вам предъявляют, и если вас вдруг решат куда-то увозить, вы тоже предупредите, куда вас везут. Это право на звонок закреплено в законодательстве. После того, как вы позвонили и сообщили, кто вас остановил, вы дальше общаетесь с представителем полиции или власти. Вы задаете вопрос, а на каком основании вас остановили? В соответствии с каким законодательным актом? Что именно от вас хотят? Если вас предлагают куда-то отъехать, дать свидетельские показания, вы отказываетесь. Понятно, что если хватают, тащат, то сделать уже можно очень мало. Но если к вам подходят и предлагают по собственной воле проехать, вы говорите, что пока не объяснят причину, пока не объяснят основание, это о законодательном акте, на основании которого вас принуждают покинуть ваше местонахождение, независимо от того, где вы находитесь. Дома, на митинге, направляетесь в аптеку, идете с ребенком на прогулку или еще куда-то. Они должны подтвердить, почему они это делают. И только после этого вы можете продолжать с ними разговор, именно находясь в том месте. Не идите никуда добровольно. Пока вы там, где есть люди, пока вы не сели в машину, пока вас не забрали в участок, у вас больше шансов уцелеть. Главное, на что рассчитывают органы власти и полиция, что вы будете сопротивляться, вести себя агрессивно и как бы этим нарушать общественный порядок. И тогда за сопротивление или нарушение общественного порядка они имеют право вас задержать. Поэтому главное оружие – это знание своих прав, это спокойствие, выдержанность и вежливость. Очень спокойно вы спрашиваете, кто вы, переписали. Одну минутку я позвоню, сообщу. Следующий вопрос. А на каком основании вы ко мне подошли? А что я нарушаю? А в связи с чем у вас такие сведения? В таком случае, если у вас есть открытое дело, административное или уголовное, у вас есть данные о моем местожительстве и вы обязаны пригласить меня повесткой. В данный момент я не нарушаю ни общественный порядок, ни какие-то другие законодательные акты. Я прогуливаюсь, я иду в аптеку, я иду в зоопарк, я иду к родственникам. «Сопровождать меня вы не имеете права». Это называется преследование. И переписав все данные непосредственно этого полицейского, вы подаете жалобу в полицию. Шаблон жалобы у нас также выложен. Вы можете посмотреть, как это делается. И чем больше будет жалоб, чем больше люди будут, спокойно, зная свои права, сопротивляться и сознательно бороться, тем быстрее что-то поменяется. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.